Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я рассказываю, что происходило на полуострове в разные годы века минувшего в этот день. 19-й день января. Мы читаем газету «Камчатский вестник» 1919 года. В номере этой газеты публикуется журнал заседания Камчатского областного комитета. Одним из пунктов было рассмотрение этим самым областным комитетом заявления гражданина Скурихина о разрешении ему открыть пивную. Областной комитет ответил так. «Разрешение прошения гражданина Скурихина зависит всецело от городского самоуправления, но принципиально областной комитет высказывается против открытия пивной». И правильно. До прихода большевистской власти русские люди пытались бороться с оспаиванием русского народа. Только потом большевики начали неограниченно завозить на Камчатку спирт. По личному распоряжению армянского наркома продовольствия Анастаса Микояна привезли позже сюда из Одессы спиртзавод и алкоголизировали население того края России, где Россия начинается, где солнце встает над нею. Это была рубрика «Камчатка. День за днем», 19-й день января. Мы читали газету «Камчатский вестник» 1919 года. 102 года назад. «Камчатский вестди» «Камчатский вестник» У submerentin